Клуб 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 Я вообще смотрел программы Матичинского телевидения, более того, я в них участвовал не один раз. И я оцениваю как вполне достойный, как вполне профессиональный. То, что он вышел на круглосуточное вещание, я могу только с этим поздравить вас и сказать, что у канала большое будущее, на мой взгляд. Тем более, что впереди у нас переход на цифровые технологии всего телевидения российского. И он будет не только в кабеле распространяться, но и в наземном эфирном телевидении. Вот в соответствии с НАТОвским вашим проектом, одним из критериев оценки является объем вещания и объем собственного производства. Вот все стремятся выйти на 24-часовое. Для нас это сейчас очень актуально. Не пойдет ли это в ущерб качеству, как вы думаете, для муниципальных каналов, где штат ограничен? Ну, вы знаете, это же не обязательное условие, чтобы было круглосуточное вещание. Если вы вещаете круглосуточно, это замечательно, это очень хорошо. Это хорошо для зрителей, которые в любое время суток могут посмотреть вашу программу. На мой взгляд, у вас замечательная команда. Я многих знаю, кто работает у вас на телевидении. И я думаю, что ваша команда справится с этой задачей, чтобы было хорошее, достойное качество программы. Следующий год у нас в Матищинском районе будет посвящен проблемам ЖКХ. Как его красиво назовут, я пока не знаю, но мой вопрос. Вы, кимовцы, планируете каким-то образом использовать свой персональный, личностный и, ну, скажем, административный ресурс на решение проблем ЖКХ в нашем районе? В следующий год Организация Объединенных Наций объявлен годом защиты окружающей среды. Это уже не только для Матищинского района, это для мирового масштаба. Мы поддерживаем, конечно, это направление и будем, безусловно, поддерживать. Ну, в частности, даже по тем направлениям, которые близки мне и в университете. Это ландшафтная архитектура, озеленение, подготовка специалистов в этом направлении. Это конкурсы всевозможные, которые мы курируем здесь в районе. Лучший двор по благоустройству там. Ну, и думаю, что все здесь присутствующие неравнодушны вот к этому направлению. Пока у нас завершается в России год истории. Ну, вообще известно, что у нас каждый год теряется множество памятников истории. И одно из них, извинить, уже было на территории университета леса. Сейчас я знаю, это здание восстанавливается. Насколько будет сохранена его историческая составляющая? Здание восстанавливается. Восстанавливается в том архитектурном виде, которое было. Фасад здания сохранен, как усадебная. И расцветка его белая с желтым. Это колонны. Эта часть сохранена. И у нас сейчас не стройка, а реконструкция и восстановление именуется так. Хотя там практически 99% это новые. Единственное, что добавляется там вместо трех- и четырехэтажного здания, которое было в комплексе, это пять этажей целиком. И будут расширены площади. Ну и естественно, современная начинка и оборудование, которое будет. И актовый зал на тысячи мест, и вентиляционные системы, ну и так далее. Уже на современном уровне. Но облик будет полностью сохранен. Виктор Георгиевич, к вам тоже вопрос. Сейчас одна из обсуждаемых тем, это разделение вузов на эффективные и неэффективные. Небольшие вузы, они зачастую являются для небольших населенных пунктов, скажем так, спасением. Что касается здесь вот ближайших, вот по Москве и Московской области в такое вот не очень хорошее положение, в Красную зону вошел 21 вуз. В общем-то для Москвы, 20 вузов в Москве, один в Московской области, это вообще цифры такие большие. Даже для Москвы и вузы-то достаточно именитые, есть и известные. РГГУ, например, да. Да, мархиви, архитектурные. Год культуры, год здоровья прошли успешно. Они предполагали консолидацию усилий, финансов, усилий общественности на определенном направлении. В следующий год планируют объявить годом благоустройства и дорожного хозяйства. Но это полномочия поселений. Как мы будем консолидировать усилия и как общественность в лице КИМа может принять участие в этих проектах. Я думаю, что вы немножко неправы в плане того, что это полномочия поселений, потому что по структурам у нас даже дороги это федеральные, это областные, это поселенческие или муниципальные. Но так случилось, я считаю, что это абсолютно правильное было решение, что у нас нет дорог, которые закреплены за районом. Когда мы делали 131-й федеральный закон, реализовали 131-й федеральный закон, грамотно распределили все это дорожную транспортную сеть, и у нас вот те дороги, которые по полномочиям за муниципалитет, мы отдали их все в поселение. Это, в общем-то, и соответствует духу 131-го федерального закона. Но основные трассы федеральные, у нас две очень серьезные трассы, это и Ярославское шоссе, и Дмитровское шоссе, они по принадлежности относятся к Российской Федерации, к Росавтодору, но структуры федеральные, они работают с районом. И вся проектная документация, абсолютно правильно, вся проектная документация, вся документация связана с реализацией уже непосредственно работ на территории района, она согласуется полностью с архитектурой района, с главой района, с рядом других наших управлений и отделов. Мы тесно с ними работаем, без нас они никак не смогут реализовывать вот эти федеральные программы, в том числе и областные программы, если мы берем там Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Алтуфьевское шоссе, это областные дороги, там такая же схема. Проектная документация, начало разработки документации, реализация проекта, она тоже идет в полном взаимодействии непосредственно с уровнем районной власти. Строительство метро, вот тоже можно сказать, какое отношение район имеет к строительству метро. Вообще метро это программа города Москвы, отдельного субъекта федерации, исключительно отдельного, понятно, но вот хотя частично идет финансирование тоже из федерального бюджета. Но опять же, вот все вопросы, связанные со строительством метро, мы как-то решили и забрали на районный уровень, и я лично занимаюсь, и архитектура районной занимается, в том числе мои замы этими вопросами занимаются. Вопросы благоустройства напрямую связаны с экологией. Мы все были свидетелями, как члены КИМа летом принимали участие в экологической акции по уборке пироговского леса. Будут ли подобные акции продолжены в следующем году? И вообще, насколько они будут регулярными, или это разовые моменты? Нет, мы ввели уже за правило раз в месяц проводить субботники на территории лесфонда, который находится в Матическом районе. Ну, естественно, сейчас зимний период, и в лес выходить надо на лыжах, да, не заниматься очисткой. Поэтому, естественно, в зимний период этот момент мы опустим до весны. Поэтому я своих коллег, и не только коллег, я считаю, своих друзей с огромным удовольствием приглашаю на все эти мероприятия, которые начнутся у нас с весны, ну вот совместно побродить по лесу и вот совершить такой вот хороший гражданский поступок, почистить лес. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович, а насколько Вы принимаете участие в спортивной жизни Матичинского района? И готовитесь ли к чемпионату мира по футболу 2018 года? Ну, может быть, в качестве участника. Ну, может быть, оно так и получится. Просто я на сегодняшний день учусь в Руговке, в высшей школе тренеров. Поэтому все возможно. Вот 21 числа я должен защитить свою лицензию и получить дорогу в жизнь, как уже не в плане футболиста, а в плане уже тренера. У нас прекрасный проект разработан, есть классный совершенно. Школа Олимпийского резерва в Шараповском карьере. Очень полезный для страны. Все этим занимаются, и многие везде говорились уже. И вот первый, наверное, когда пришел Сергей Кужегет из Шойгу, только приехал в Матище, и мы сразу представили этот проект. Потому что это действительно проект очень уникальный. И, наверное, у нас в стране нет такого проекта, где бы сочеталась социальная сфера. То есть это общеобразовательная школа на тысячу мест, плюс школа Олимпийского резерва, плюс залы, которые есть там, и игровой зал. Большой, и еще одна ледовая площадка, и тир там очень много. Я думаю, что все, вот Виктор Сергеевич регулярно со всеми уже это было доведено и до Мутко, я думаю, что уже и до Владимира Ивановича Путина все это дошло. Вот, поэтому всеми силами стараемся, потому что это, я говорю, что это уникально. И вот мне, допустим, как спортсмену вообще, это просто было бы, если бы ее реализовать, это было бы очень здорово. Вопрос всех вопросов – это финансирование. Вот, но мы сейчас подписали совместно с главой города инвестиционное соглашение с одним из застройщиков в 25 микрорайоне. В соответствительном соглашении он будет строить один из элементов школы Олимпийского резерва – это плоскостное сооружение, футбольное поле с трибунной, с под трибунным пространством. То есть это с хорошим покрытием современным, с отоплением, все как положено. То есть мы потихонечку все-таки пытаемся за счет средств инвестора начинать его реализовывать, потому что нам важно движение. Вот земельный участок зарезервирован, там сейчас пустырь, и все-таки хотелось бы частично начинать его реализовать. И в 13-14 год вот эта частичная реализация начнется за счет инвесторов. Продолжение следует...